Эта акция затрагивает все жанры творчества, живопись, театральное искусство, скульптуру, музыку, поэзию, хореографию, кинематограф и многое другое. Впервые Ночь искусств прошла в Москве в 2013 году и посвящена она была звуку и всем его проявлениям, музыке, пению, шуму города и живой природы. Шестой год шагает по нашей стране это волшебное мероприятие и третий год под лозунгом «Искусство объединяет». Наш город впервые влился в это движение. В основном сюжеты мероприятия легли мифы о девяти музах, покровительницах искусств и наук. Древняя Греция славилась своими философами, культурой и пантеоном богов, а музы не раз вдохновляли поколения поэтов, музыкантов, ученых и художников на свершение. Как в древнегреческой мифологии по выставочному залу порхали нимфу Парнаса, а возглавляла их директора историко-краеведческого музея Наталья Демьянова. Она же – муза истории Клио. Однако рассказ они вели не только об общеизвестных персонажах легенд. В их копилке была еще одна десятая полубогиня. Десятая муза – это муза Глиптия. Как раз-таки художники эпохи Возрождения придумали эту музу и изображали себя часто с этой музой, даже вместе на картинах. Это муза – покровительница живописи, скульптуры и архитектуры. И мы сегодня проведем мастер-класс по написанию картины акварельными красками. В этот вечер каждый мог почувствовать себя кем-то вроде Мане или Гогена, воплотить на мольберте маленький кусочек своей мечты. Кто-то впервые прикоснулся к краскам, а кто-то уже пробовал свои силы в живописи, но бросил заниматься этим. Например, Маша Демьянова, несмотря на юный возраст, уже давно не брала кисть в руки. А тут такая возможность вспомнить, что значит творить. Я почувствовала себя художником, когда начинала рисовать. Я научилась заново рисовать красками, ведь я долго рисовала красками и получилось даже довольно неплохо. Живопись была не единственным видом искусства, которому могли бы учиться гости вечера. Актер театрального проекта «Шаг навстречу» Геннадий Гриднев показал настоящее мастерство декламации. Трогательные строки и виртуозно сыгранные миниатюры – все это дало представление о том, какой титанический труд быть актером. А волшебный голос Елены Ткачевой, воспевающей любовь, заставил всех задуматься о красоте жизни. Все желающие могли в этот вечер научиться и бальным танцам. Мастер-класс для них провели парой спортивно-танцевального клуба «Феникс». Я чувствовала город за то, что я могу научить кого-то тому, что я умею. Это очень прикольно. В Десногорске много талантливых людей, которые зачастую стесняются раскрыть свой творческий потенциал. Такие мероприятия – это возможность посмотреть на мир искусства и попробовать себя в различных сферах. Ночь искусств в нашем городе не стала первым блином. Уходя домой, каждый уносил с собой частичку прекрасного. Дарья Изнар, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ.